Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Будем проходить испытания на Sony Blade из Kombat Cup уже на втором уровне сложности. Сложный, но высокая. Требования тут идентичные, за исключением последней башени первой сложности идентичные. Тут должен быть не любой Джакс Брикс, то есть бронзовый, ой, серебряных уже особо не поюзаешь, можно использовать только золотых и алмазных. В остальном все то же самое, то есть те же самые требования, и противники у нас должны быть более сильными здесь уже. Но мы будем играть только в первых четырех башнях по три боя, а именно четвертый, восьмой и двенадцатый, потому что я просто не вижу смысла проходить бои вот эти. Я получаю всего лишь золото за это, а золота мне уже толком некуда тратить. Я могу, конечно, там довыбивать снарягу Рейна нового персонажа, потратить там, я не знаю, миллионов 15-16 под накопительщее 15-16 миллионов потратить на паки, выбить себе снарягу Рейна на десятое слияние, но зачем мне столько золота и так много времени? То есть, чтобы потратить даже вот эти вот... то количество золота, из-за того, что игра каждый раз теперь при открытии пака связывает с сервером, у меня на это уйдет больше часа времени. Я буду просто час идти открывать эти паки и получу в итоге награду снаряжения на того перса, которого у меня нет. Можно... ну, у меня там не только Рейна, по-моему, снаряга, еще, по-моему, снаряга... Господи, какой-то ж ты жирный, это... Ладно. У меня еще и первый спецприем залочен, это вообще прям неприятно. Ну да, это уже, знаете, по сравнению с первым уровнем сложности уже что-то... жопы раздирающе немного. Возможно, мне на предустановке стоит еще одеть снарягу на персов, чтобы, когда я загружал предустановку, у меня сразу были персы со снарягой. То есть на того же мимо можно одеть эвольверы, плюс, к примеру, этого... шлем шаукана и бледную татуировку. Так, поехали пока на восьмой. Чисто поставить снарягу, чтобы еще быстрее проходить испытания. Но пока что лень этим заниматься, опять же. Это я все откладываю в бесконечно долгий ящик. Но когда-нибудь, возможно, я сделаю. Потому что у меня вот было предустановки. В предустановках у меня был бардак. Там у меня было прям дофига-дофига предустановок. И я очень долго не чистил, но потом все-таки решился и зачистил. Так. Блокируем. Нифига себе у него урона, кстати. Это жопа. Давайте я сразу на нее первый спецприем потрачу. Как бы мне не жалко. Зато избавился от неприятного противника. Я бы даже сказал, от самого сильного в отреде у противника персонажа. Ну да, серебряные персы, они дают как бы... ...прифигеть немного. Ладно, у меня-то хотя бы 10-го уровня слияния персы. 60-го уровня сами персы. 60-го уровня 10-го слияния. Короче, вот так. Поэтому у меня никаких проблем с противниками не возникает. Но вот у новичков в этом испытании могут быть некоторые трудности с прохождением второй сложности. Потому что здесь, в сравнении с другими какими-то испытаниями, у противников более как-то накрученные статы. Вот, к примеру, даже здесь Соня имеет там 9000 здоровья, грубо говоря. Так, давайте разберёмся сейчас с сержантом. Ну, его вообще изи как бы завалить было. Вот Соня будет, конечно, долго ещё париться, в основном. Блин, тут ещё и случайная замена неприятная, конечно. Так, я надеюсь, я добью её. Да, отлично. Сейчас на мне, скорее всего, заменят снова перса. Мне так кажется. Хотя пока не меняют. А вот, сменили. Всё, закидываем Куна и Серарю и добиваем противника. Не так, чтобы много урона, конечно, он вливает. 3400 через блок. По сравнению с уроном Джонни Кейджа, чуть ли не в два раза меньше по урону, чем Джонни Кейдж вливает. Ну, всё-таки самый слабый по атаке и самый сильный персонаж по атаке, поэтому понятно, что у них такое различие в уроне через блок. Идём дальше. Только северные и бронзовые персонажи. 32000. Окей, не вопрос. Здесь нам понадобится уже взять предустановочку номер 2. Здесь у нас будет участвовать с Кейси Кейдж вместе со своей семейкой. Ну, и как обычно, идём сначала на четвёртый бой, потом на восьмой и потом на двенадцатый. Остальные будем скипать. Так, ну поехали. Коль не шутите, потихоньку поедем. Блин, нифига себе Джеки жирная. Я, конечно, понимаю, что они там отхиливаются, но у неё статов было нормально так. По сравнению даже с тем же Джаксом или кто там был. Так. 6400 нормально. Следующий у нас солдат сержанта Кейси Кейдж. Но это мне не интересно. Потому что, как я и говорил, мы играем с вами только четвёртый, восьмой и двенадцатый бои. Поэтому идём драться против сержанта, солдата и Кейси Кейдж всё равно. Офигеть. Забавно. Абсолютно одинаковые бои. Скипнул один и следующий был на восьмом бою точно такой же. Пул персонажа у противника. Ладно, я не против, как бы. Ну, солдат, конечно, неприятный из-за того, что когда он выходит, он очень быстро может контратаковать тебя. Ладно, придётся использовать первый спецприем, иначе сейчас я получу просто от неё тычку. Тычку получать неохота. Так, получаем свою награду в виде восьми тысяч монет. У нас остался последний бой у этой башни пройти. Это бой номер двенадцать. Поэтому сейчас быстренько скипаем с вами бои. Требования к персонажу тёмная магия. Окей, не вопрос. Тёмная магия неприятное, конечно, ограничение, но не катастрофичное. Для меня, по крайней мере. Ну, видите, будем получать небольшое количество урона постепенного. Чё-то какая-то очень слабая тёмная магия, я вам скажу. Чё-то она вообще работает как-то мега фигово. То есть видите, как мало урона получают мои персонажи от тёмной магии, что очень странно. Обычно тёмная магия, она была всегда гораздо сильнее. Странно, почему она сейчас так мало урона наносила. Что-то подозрительное. Возможно, так мало урона шло только по Кесси, потому что у неё есть бонусы от... Здоровье от Джонни Кейджа и её родной бонус при наличии в отряде Джонни Кейджа. Ну, а мы идём с вами на третью башню, только серебро. Поэтому давайте потихоньку приступать. Посмотрим, чё там у нас как. Так, загружаем предустановку номер три. Ну, идём с вами сразу же в бой номер четыре. Здесь у нас уже по две энергии будет тратиться, а в четвёртой и в третьей башнях... Но у нас, в принципе, энергии хватает. Так, ну поехали. Сначала против нас Джакс, Соня и Джонни Кейдж. Кстати, полная синергия, каждый перс усиляет своего союзника. Джонни Кейдж даёт всем плюс к здоровью в виде 15%. Джакс даёт бонус к стойкости, а Соня даёт бонус к атаке. Всем трём персонажам в своём отряде. Каждый. Неплохая сборочка. Ну, конечно, было бы более идеально, если бы была вместо... Было... Вместо Джакса была бы Кесси Кейдж. Это была бы тогда, наверное, более крутая команда. Ну, может, мы такую команду ещё с вами встретим на восьмом или двенадцатом бою. Либо между боями она промелькнёт. Пока непонятно. Ну, это опять же половинчатая какая-то команда. Не особо меня пугают такие синергии. Ну, вот хотя, конечно, спецприём один отключен, и это неприятно. Чигася, она быстрая. Она просто во время моего удара прервала мой удар своим ударом. Офигеть. Так, минус один. Я даже блок не успел сейчас поставить. Но благо она не заблокировала мою атаку, и, соответственно, я её вынес из-за этого. Плюс из-за Кудзини иногда криты проходят в отряде. Так, получаем монеты. Окей. Ну, и двигаем с вами на финальный бой в этой башенке. На двенадцатой. Восстановление. И вот, смотрите, о чём я и говорил. Самый лучший отряд против нас поставили из спецназа. Конечно, если бы там были вообще все серебряные пирсы, то более сильным отрядом был бы отряд, конечно, с Кенши. Наверное, самый лучший отряд для противников – это Кенши. Затем, как его, Джонни Кейдж серебряный. И этот. Как его зовут-то? И Саб-Зиро. Наверное, вот такой вот отряд будет более самым, так сказать, жирным и живучим. Так, добиваем второго противника. Нифига себе, когда-то успел он накопить себе на спецприём. Ладно, давайте добьём её вторым спецприёмом. Давно и не использовал его, конечно. Ну, пусть будет. Очередная победка. Забираем свои награды за прохождение третьей башенки и идём в четвёртую. Там уже начнётся для противников проблема. Потому что мы уже сможем пикать алмазных и золотых персонажей десятых слияний. Нам уже не придётся играть со серебром. И нам будет легко справиться с противником. Так, выбираем, собственно, фильтр сразу на спецназ. Чтобы удобнее было ориентироваться, берём Кесси, ой, Джеки, и берём двух терминаторов. Ну, чтобы просто им подвиги качать. Так, теперь мы... Да блин, я случайно нажал. Назад. Я хотел отключить фильтр на спецназ, потому что нам больше не пригодится. Ну и можно двигать непосредственно в четвёртый бой. Это последняя башня, где мы скипаем бои, потому что в пятой башне уже скипать бои можно только за души. А это абсолютно невыгодно, потому что я прохожу испытания чисто ради душ, а не ради персонажей. Потому что все персы, как я и говорил, у меня уже... Все персы испытаний десятого слияния. Поэтому эти испытания я прохожу для того, чтобы немножко душ получить. Ну, поехали. Ну, вот, скорее всего, здесь, опять же, против нас будут выступать одни спецназовцы, и мы будем просто по КД сидеть вот на этом скине. Хотя абсолютно, опять же, неважно, какой скин, потому что... Нифига себе! Она просто во время моего комбо прервала мою комбо. Так, ну, видите, да, то есть даже первый спецприём просто ваншотает противника через блок. Потому что все-таки у нас шестидесятый уровень, а десятое слияние достаточно сильные персы. Тем более я выбрал самого высокого персонажа из спецназа, из спецназа, самого высокого по атаке. Он же самый высокий по атаке из спецназа, или у Джонни Кейджа побольше будет? Ну, со снарягой у Джонни Кейджа будет побольше, то есть со снарягой на урон. Атак у него меньше, да, смотрите-ка. Даже у Кесси меньше атаки. Да, это является самым сильным персонажем из спецназа в моей коллекции. Не считая снаряжения, естественно. И с снарягой, естественно, там кто-то будет посильнее. Так, скипаем, давайте продолжаем скипать. Чё-то я отвлёкся немножко на эту тему. Потеря баланса, неприятное ограничение, потому что нам, честно, терминаторов будут менять. Нам надо как можно больше урона внести за... Джеки Брикс. Чтобы терминаторам потом было легче добивать противника. Так, выбираем скин, как обычно, на спецназ. Первый противник отлетел. Второй тоже. Ну и сейчас, скорее всего, нам сменят, и дублёра уже придётся добивать за терминаторов. Интересно, может добью? Да, смотрите-ка, урона хватает. Всё-таки последний выстрел с дробовика, он самый такой жёсткий. М-м-м-м-м-м-м-м. На три патрона, потому что чё-то мне кажется, что... Там всего два патрона. Он так выглядит просто скромненько, знаете. И при этом терминатор при использовании первого спецприёма стреляет три раза из этого дробовика. Я не очень разбираюсь в оружии, поэтому, как бы, я могу ошибаться. И типа реально он может вместить три патрона. Так, поехали. Выбираем, как обычно, скин против спецназа. Тут ничего нового. Ой, я отпустил блок, самый неподходящий момент. Сейчас бы мог наказать её, из-за этого придётся бить в блок. Так, сразу убьём Соню, чтобы не париться. Ну, осталось только Кейси Кейдж. Ой, она даже не заблокировала атаку, но это вообще, как бы, ошибка с её стороны. У меня ещё и два крита прошло. Непонятно, правда, откуда. Снаряги у Джеки почти нету. Разве что только какая-нибудь, я не знаю, там, броня, которая не даёт шансов Криту. То есть не броня Шалкана, а какой-то мусор. Так, ну это вообще просто полнейший мусор мне выпал из этого набора. Так, ну и мы переходим к финальной башне. Вашим ответ должен быть золотой или алмазный Джакс Брикс. Поехали. Собственно, у нас финишная прямая в горизонте. Возьмём сразу же себе Джакса Золотого. И возьмём Персов. То есть Триптилию, Инжастис Рейдена, Шалкана, Скорпиона и Саб-Зиро. Начнём, я думаю, мы с Саб-Зиро. Потому что у него самая такая неприятная боёвка. И из-за него надо бы сначала отыграть. Возьму, наверное, себе сейчас в отряд... О, я знаю, кого взять. Я хочу взять Скарлетт Холодной Войны. Да блин, я случайно... Мискликнул. Берём вот так. И, естественно, нам понадобится алмазный Джакс. Вот у нас есть один из них. Берём сначала Классику и поехали в первый бой. Потом возьмём, соответственно, Джакса Брикса Круготени. И последний у нас пойдёт Джакс Брикс Золотой. А именно Тяжёлое Вооружение. Таким образом, я просто хочу сэкономить себе хотя бы одну душу. Это, конечно, мелочи, но всё равно приятно. О, добил первого. Хорошо. Вот эти мне не нравятся Саб-Зеро, потому что у него... ...маленький шанс на заморозку с наручей. Всего 20% или что-то в этом духе. Немного, короче. Он редко... ...прокает. Так, теперь меняем, собственно, Джакса на другого Джакса. Мы таким образом сэкономим себе одну душу. Всё равно потом придётся Джаксом восстанавливать энергию. Берём сейчас второго алмазного Джакса Брикса. И идём с вами на следующий бой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, поехали. Опять наручи, конечно. О, сработали. Наконец-то. Во второй раз уже не сработали. Вот сейчас сработали. Блин, опять это ВИП... ...пассивка ВИПа очень неприятная. Так, используем здесь второй спецприём. Добиваем ВИПа. Ну и двигаем дальше. Так, нам нужно сейчас поставить себе последнего Джакса в отряд. Я хочу взять... ...Джакса Брикса тяжёлого вооружения. У него, по-моему, 48 тысяч атаки, поэтому дальше, дальше. Вот он, последний Джакса. Ему мы будем уже просто восстанавливать энергию. Последние... ...последующие все матчи. Так, поехали. Я тут пока это загружается... ...немножечко... ...вещи прибираю. ...на стуле. Можно, конечно, вообще испытания на автобой проходить, но... ...мне это не так, чтобы сильно вкатывает, потому что... ...ну, это гораздо дольше проходится. Так. И при этом тебе самому даже вообще ничего делать не надо. Это уныло смотреть. ...на запись точно я не хочу проходить на автобое. Так, давайте возьмём следующего Перса. Ну, пусть будет Тремор. Также бы я хотел взять... ...атакующего персонажа. Это у нас будет уже второй персонаж... ...допустим. Блин, давайте Рептилию возьмём. Джаксу просто восстанавливаем энергию. Идём с вами в следующий матч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ... Субтитры сделал DimaTorzok У меня идут загрузочные краны, я, короче, прибираюсь на стуле у себя Да давайте второй спецприем проюзаю, ничего, в принципе, уникального Зачем получать первый спецприем от Джонни Кейджа, либо же пытаться пробить его блок без предметов на прокуратуре Чем можно просто и заюзать вот именно Да, можешь заюзать второй спецприем Субтитры сделал DimaTorzok Так, подправляемся с вами в следующий матч Нифига себе, они толстые уже стали, их даже рептилия не пробивает Ну хотя, возможно, из-за того, что это всего лишь рептилия Интересно, я через блок смогу добить первым спецприемом противника? Ну да, в принципе, вроде что-то такое получилось Еще и заблокировал первый спецприем от Джонни Кейджа Точнее, не первый спецприем, а его пассивную особенность Мне этим нравится рептилия, что он при концовке спецприемов и при этом При... если на него надеть вещи на бруталку и сделать особый добивающий комбо удар То он в конце, при использовании, видимо, первого спецприема По нему не попадает вот этот вот пассивный навык Джонни Кейджа И он также не попадет, если перед тем, как ты добьешь, так сказать Ну, в общем, противника, да, перед Джонни Кейджем Ну, короче, если ты... Все, прибрался Я немножко затупил тут даже Да, какой нахрен... А, Кесси, понятно В общем, я хотел договорить, просто что-то увлекся немножко Собственно, пошла сюда Блин, дайте мне уже договорить, хватит меня прессовать Вот так вот, о чем я говорил Прикол в том, что если на рептилии надето брутальное снаряжение Он использует особый добивающий комбо удар Со своих... своего комбо В конце своего комбо И добьет таким ударом противника То следующий, будь там, допустим, дублер Джонни Кейдж Либо еще какой-то перс с негативным эффектом Который при входе в бой применяется То рептилии его контрит И причем также он может законтрить, допустим, пассивку Рейдена Какого-нибудь, который здоровье кучу снимает Не всегда, конечно, это работает Но иногда это работает И это очень неплохо срабатывает Так, возьмем, собственно, с вами Рейдена И вместо Тремора нам надо взять какого-нибудь перса А мы еще не играли с вами, по-моему, за... Подожди, за Смоука мы играли, да? Если я не ошибаюсь Да, за Смоука играли Можно еще каким-нибудь двум персам прокачать подвиги Двум-трем где-то так Давайте возьмем... Поиграем за Кабала МК-11 Ну не за Кабала, а с Кабалом в отряде Поехали Продолжение следует... Ну поехали разбираться Сейчас уже играем за Рейдена За Рейдена будет играть достаточно простенько Нифига себе у них здоровье! Откуда у вас столько здоровья? Это из-за пассивок... Джонни Кейджа или как вообще? Почему им так много... У них так много здоровья Им так мало урона наносится Неужели Вип так сильно бафнул здоровье противнику? Я понимаю, конечно, что мне на Рейдене не стоит никаких элементов снаряжения, увеличивающих его урон Но все равно, тем не менее, достаточно жирные противники у нас попадаются Поехали пока следующий Бой отыгрывать Так, я готов Ретилю решил выбрать противник Окей Добиваем первого оппонента Затем сразу используем Какая же она быстрая! Она даже не дала мне использовать спецприем Используем первый спецприем Используем еще раз первый спецприем Потому что ибо нефиг меня постоянно избивать при выходе в бой Ну да, неприятные достаточно противники здесь Очень быстрые С быстрой боевкой Ну а мы идем с вами в следующий бой Против Джакса Тяжелого вооружения Комбаткап Джонни Кейджа И хай-тек Джеки Брикс Окей Ну поехали разбираться с ними Че я могу сказать О, ну наконец-то я попал мне блока Могу хоть добить перса Ну и дальше у нас есть Первые спецприемы для добивания Оставшихся двух противников Благо урона более чем хватает Ну все, победка За Рейдена мы вроде бы с вами три боя отыграли Осталось отыграть за Шаукана И за Скорпиона вроде бы Только за двух персов И на этом испытание у нас будет пройдено Давайте я заменю отряд и мы продолжим Поставил я за кадром новый отряд Скарлетт решил взять одну из Скарлетт Возможно второй бой я возьму следующую Скарлетт Последнюю, которая у нас осталась Это по-моему Ассасин Скарлетт И еще... Или МК-11, я уже не помню Какой у меня больше атаки И какой сейчас поставил И еще надо будет, короче, это Точнее не надо будет А еще я поставил на Шаукана снаряжение Подходящее Под босса И еще поставил это А, все, все, все сделал Точнее, все перечислил, что сделал Так, ну поехали Сначала быстренько за Скарпиона добьем Блин, прикольно Это ящик вот этот вот дает сопротивление оглушению, да? Просто офигенный на самом деле бонус Очень сильно помогает в башнях против всяких кабалов Снимает, во-первых, с себя оглушение И, соответственно, кабал из-за этого не проводит комбинации Какие-то мощные Ящик в этом плане очень сильно помогает Именно эпическое снаряжение Ящик с оружием Или как там он называется Очень-очень полезная тема Давайте даже посмотрим Мне просто самому интересно Он реально дает сопротивление оглушения Или это вот это вот снаряжение А, это боксерские перчатки Кобры дают сопротивление оглушения 80% А здесь идет, собственно, увеличение урона от спецприема 1 И получение удачи Что-то позволяет чаще наносить по противнику критические удары Это хорошо Так, ну ладно, двигаем пока дальше Сейчас еще за Скорпа быстренько отыграем два боя Затем просто Джаксу в основную энергию Скарлетт одну заменим на другую Скарлетт И будем двигать с вами на финальные три боя Хотя можно, собственно, и Шоуко... Ой, этого Коталькана поставить в отряд Мне кажется, так даже лучше будет Чтобы увеличить урон по боссу от рентген-атаки Потому что босса мы собираемся убивать за Шоукоана именно Через рентген Так, ну поехали, разберемся Минус один Офига себе, она выжила от комбо Комбо Скорпиона вытерпела Неплохо Но здесь даже блок, в принципе, маншотается К сожалению для противника Ладно, двигаем дальше Джакс Брикс Вип Джонни Кейдж Костюм Джеки Брикс Это финальный бой для Скорпиона И после этого Этой тройке боев Будем уже переходить К непосредственно Финальным трём боям Будем играть за Шоукоан И всех ваншотать По возможности Первым спецприемом Блин, чем день дальше идёт Тем жарче становится Так, поехали Против нас Как его? Джакс Сразу добиваем Костюм Джеки Брикс Ну и через первый спецприём Разбираемся с Випом Джонни Кейджем Даже можно минимальный урон влить Потому что Я вижу, что спецприём Полетел мне блока Это уже значит, что Я ваншотну в любом случае Сколько бы я там в мини-игре Урона не выбил Противников нету 44 тысяч здоровья Ни у каких В этом испытании Максимум там 35 Берём с вами тогда Финальный отряд Единственное Меняем Скорпиона И меняем Скарлетт На Коталькана Бога Солнца Надо только его сейчас найти Вот он А Джаксу Мы просто восстанавливаем энергию Снаряга уже стоит На Шалкане Я единственное Только вот против босса Беру снаряжение На первых двух сложностях На третьем уровне Сложности Я уже ставлю снарягу И на Обычных бойцов Которыми я играю Обычные бои Потому что там уже Противники Более жирные Их надо как-то Побыстрее пробивать Чтобы много времени На них не тратить Там уже имеет смысл Ставить снарягу А на первых двух сложностях Не имеет смысл Ставить снарягу Потому что противники И так рассыпаются Очень быстро Серьёзно? Спецприём 1 Отключен? Я хотел через первый Спецприём Играть за Шалкана Так Так Добей Ну блин Ну почти Так Ну и давайте Через второй спецприём Разберёмся С Джеки Брикс Хай Тек Всё До свидания 187 тысяч здоровья Снял Ничего себе Точнее Снял я гораздо меньше Но нанёс урона Именно в 187 тысяч Офигеть Чисто с одного удара Это просто крит Это даже не смертельный удар был Это неплохо У меня просто не стоит На Шалкане Сокращение расхода силы На второй спецприём Я решил не ставить этот предмет Чтоб потом просто Не переключать снарягу А сразу сыграть С снарягой против босса Ну будем сейчас Шотать Короче Противника В этом бою Хотя бы Через первый спецприём У нас Дофига урона Поэтому Давайте Прицелимся Здесь Чтобы добить Да О Мы заблокировали Кстати Спецприём Ну Против Дублёра Можно и целиться У него очень мало статов Поэтому Он отвалится Даже если Минимальный урон Выбью В мини-игре И в блок Ударю противника У Дублёра В этом плане Очень мало здоровья Он никак не выживает И у нас босс Соня Блэйд Комбат Кап 201 тысяча здоровья Именно поэтому Я поставил на Шалкана Клыки Дракона Гора Молот Гнева И ещё и Коттеля взял в отряд Чтобы точно С рентгена Заваншотать Соню Блэйд Хотя в принципе У Шалкана Даже наверное Без всех этих предметов Урона хватает Ну в общем-то Завершаем с вами Испытание Через рентген Шалкана Я думаю Нанесём где-то В районе Двухста Двухста девяносто тысяч Урона Через рентген Двести девяносто восемь Двесть девяносто семь Где-то так наверное Да Двести восемьдесят девять Даже меньше чем Двести девяносто Но более чем достаточно Ну и босс у нас побеждён Давайте забирать Свои награды И будем на сегодня Пока заканчивать С испытаниями А завтра Постараемся Пройти Старшего Бога А только Посмотри Какие там требования Старшего Бога Так Это всё открываем Всё забираем Души, монеты И все дела За прохождение башни За повторку персонажа Ещё одно Прохождение великолепного Прошли испытания В высоком уровне сложности Вы сильнее чем ожидал Теперь ждёт В испытании услуги Старший Бог Могут пройти лишь Избранные Достойны ли вы В вашем отряде Должны быть Гора и Джакс Брикс Но не только Гора и Джакс Брикс То есть третьего Перса можно будет взять По желанию В первой Только золотые и алмазные И внешний мир Ну и соответственно Пятый Третий и четвертый Внешний мир Пятый Опять же Гора и Джакс Брикс Должны быть в отряде Третий персонаж На выбор Это хорошо Значит можем играть И сэкономить себе Гораздо больше душ Ну а на этом Я буду пока заканчивать Вам огромное спасибо За просмотр А с вами был Ник Удачи До скорых встреч И мы ещё увидимся На этом всё Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok